Итак, Петр Первый своим указом решил построить крепостную стену, но на самом деле это всего лишь одна из историй, то есть, возможно, это легенда, и этих историй несколько. То есть, да, действительно, в 1706 году Петр Первый приезжал в Брянск, и по его указу действительно были перестановки, связанные с военными действиями, и разрушение части Свенского монастыря имеет место быть. И кроме этого были затронуты и другие монастыри, в том числе вот как раз Песоцкий монастырь, из которого тоже иноки ушли в связи с тем, что они были против совмещения частично Воскресенского монастыря женского с вот этим Песоцким монастырем, потому что по другой, значит, легенде разрушение происходило в Воскресенском монастыря. Вот деревянная церковь на территории этого монастыря, которая тоже только-только построена. Так вот, точная дата основания этого монастыря неизвестна, но считается официально, по данным епархии Брянской, что это 1714 год, но первое упоминание в записях, которые дошли до наших дней, это 1717 год, о том, что здесь уже находился скид, который возглавлял монах Серапион. Он и был первым строителем обители этого монастыря. И, значит, по разным, как я уже говорил, легендам, историям, то есть иноки сюда, возможно, перешли из Свенского монастыря, возможно, из Предтечево-Песоцкого монастыря, а также здесь находилась Полбинская Предтечево-Пустынь, тоже поблизости. И вообще, вот это место называлось Полбино. Ну, населенного пункта, как такового, здесь не было, здесь был лес кругом. И слышно молитвы сейчас, воскресенье, и идет служба в церкви. Так вот, в этом месте, которое называлось Полбино, был основан сначала скид, а потом потихоньку началось строительство монастыря. И как раз вот урочище Полбино иноки Песоцкого монастыря заселили. И сначала у него было название Песоцкий монастырь, Белый Песоцкий монастырь, но в связи с тем, что Белый Песоцкий монастырь был в Подмосковье, уже существовал такой, и чтобы не было одинакового названия, его назвали Белобережская пустынь, и это название за ним закрепилось. То есть Белобережская пустынь с начала XVIII века, практически сразу после основания этого монастыря, так за ним и осталось. Еще, хотя в 1730 году было оба названия, и Белопесоцкая пустынь, и Белобережская пустынь, как он назывался, и благодаря вот этому, вот этой пустыне, вот этому поселению иноков развилась территория вокруг. И здесь, ну, кстати, мы видим постройки еще как раз монашеские, то есть вот они остались от монастыря, это старые постройки, вот это уже, вот это вот современные постройки, это в 70-е годы построено, вот то, что школа была еще позже построена, вот только древние постройки, постройки XIX века. Старая здесь осталась только стена, вот стена была построена в XVIII веке и дошла до наших дней. Так вот, благодаря вот этому, вот этой пустыне, появились сначала Малая Полпина, потом Большая Полпина, вот сейчас два таких населенных пункта есть, и они сейчас никак не связывают свое существование с этим монастырем, но на самом деле в месте, которое называется Малая Полпина, там жил, скажем так, весь обслуживающий персонал, и плюс там была открыта школа для детей на 50 человек, поэтому населенный пункт Малая Полпина, он развивался благодаря существованию монастыря. Кроме этого, была построена железная дорога Брянск-Орел, и раньше паровозы не имели туалетов и ходили на такое расстояние, чтобы можно было остановиться, передохнуть, сходить в туалет. Так вот, между Брянским и Орлом существовал и существует город Карачев, который достаточно древний, он ровесник Москвы. Но это все равно достаточно большое расстояние, и вот между Брянским и Карачевым была построена станция, и, недолго думая, значит, вот это произошло в конце XIX века, название этой станции дали Белобережская. Вот, Белые берега под последствия, то есть сейчас населенный пункт, там Белые берега называется, в честь как раз вот этой Белобережской пустыни. Потом еще ближе к пустыне сделали станцию, где вообще никакого населенного пункта нет, просто есть станция Белобережская. Раньше она называлась Пустынь просто, либо Белобережская пустынь, а сейчас современная станция называется Белобережская. Эту пустынь сделали специально для того, чтобы прихожане, которые сюда приезжали, могли легче добираться до монастыря. Вот, в XVIII веке монастырь претерпевал разные изменения, его то закрывали, то открывали вновь. Он постоянно конкурировал с другими монастырями, поэтому поблизости они были. Поэтому периодически происходили всякие перетрубации. В 1744 году императрица Елизавета Петровна, путешествуя из Москвы в Киев, проезжала мимо и пожертвовала монастырю 2000 рублей, и на эти деньги была построена церковь, храм был построен. И впоследствии она еще неоднократно жертвовала различные дорогие вещи для этого монастыря. Ну, как я уже сказал, что монастырь в XVIII веке неоднократно закрывался, открывался, но монахи все время здесь находились, хоть в небольшом количестве, но находились. Здесь мы видим спуск к реке. Я просто прошел насквозь монастырь, сейчас я вернусь обратно. Здесь купель сделана такая. Монастырь находится на берегу реки Снежить. Или Снежка, ее как называют местные жители. Красиво, в живописном месте, в таком окружен лесом. Так вот, практически весь XVIII век было очень, скажем так, много моментов и взлета, и попадений у этого монастыря. И к концу XVIII века он находился в запустении. И этот монастырь практически не посещали прихожане. Мало было построек, частично те постройки обветшали. И в 1800 году начальником этой пустыни назначается старец Василий Кишкин, ученик афонских старцев. И он как раз является основателем вот этого старческого движения в этом монастыре. И здесь вот этот момент, вот в 1800 году, когда старец Василий сюда пришел, было всего лишь семь монахов. И через три года его работы братья выросло до 60 человек. И из коренной пустыни, это в Курской области, коренная пустыня находится, сюда, значит, переехали его ученики. Вот иеромонах Василия, приехал иеромонах Серафим и отец Леонид. Отец Леонид, он будущий основатель старчества в Оптиной пустыне. И с 1804 по 1808 год строителем Белобережской пустыни был иеромонах Леонид, преподобный Лев Оптинский. Духовным наставником отца Леонида был схемонах Федоров. Ученик Паисия Величковского, который прожил здесь до 1810 года, который тоже приехал сюда. Вот мы слышим колокольный звон. Сейчас я вернусь обратно в территорию Монтатыря. Так вот, в тот момент, когда здесь собрались старцы, вот как раз в начале 19 века, и в том числе Федор и другие старцы, в 1805 году они решили учредить новый монашеский устав для монастыря. И они в 1805 году прописали, и этот устав был гораздо строже предыдущего. Там были четкие правила, достаточно жесткие. Вот, касающиеся быта монахов, касающиеся службы, касающиеся жизни монастыря. И эти правила в последующем легли в основу вообще монашеских правил других монастырей России. Вот. Поэтому этот монастырь имеет такое знаковое, в принципе, значение для России с точки зрения монастырских правил и, второе, с точки зрения развития старчества в монастырях на Руси. Вот. Это один из первых монастырей, который привлек это старчество и развивал его. Вот. После того, как здесь появились старцы, весть об этом монастыре, естественно, разошлась по всей округе. И сюда стали приезжать паломники в большом количестве. Монастырь, соответственно, стал развиваться активно. Прихожане приносили средства. И начинается активный рост. Значит, вот с 1820-го по 1860-е здесь очень много было активно построено. И в 1860-х годах здесь строится храм большой Богоматери Трееручицы в честь иконы Божьей Матери Трееручицы, которая была написана в 1718 году в Москве Артемием Федором и Афанасием Ивановым. И привезенная еще Серпионом в 1727 году первым строителем Кустына. Вот. И в середине 19-го века здесь было 100 человек-братьев, 100 монахов, а в 1916 году уже 200. То есть были времена, когда по выходным посещали несколько тысяч человек. Одновременно сюда прихожан приходило для посещения монастыря. Здесь была церковь, которая вмещала 5 тысяч человек единовременно. Это была одна из крупнейших вообще церквей в России тогда. И здесь была колокольна 35 сажен в длину, в высоту. Вот. Но она разрушилась. То есть, видимо, из-за непрочного грунта она разрушилась. То есть ее не взрывали, она сама разрушилась. Вот. Это тоже постройка старая. От ней было пристроено уже более новое здание двухэтажное. Это был жилой дом. Вот. А вот здесь вот проходились бани и прачечная. Вот. Поэтому, когда активно монастырь стал развиваться, и были построены новые постройки, и прихожан увеличилось, здесь за территорией монастыря была построена гостиница. Такой гостиный двор был сделан достаточно большой. От него сейчас ничего не осталось. Вот. То есть, была сделана дорога, которая связывала с трассой, ну, с трассой тогда, с просто дорогой, которая связывала Москву и Киев, и с дорогой, которая связывала Орел и Брянск. И прихожане приходили из соседних областей даже сюда, потому что монастырь был достаточно известен. Монастырь был известен, и сюда люди шли из разных мест. Благодаря этому монастырь все больше и больше развивался, креп. Кроме того, монахи вели здесь разные промыслы, изготавливали деревянную мебель, изготавливали посуду. Особенно они славились изготовлением ложек деревянных, которые они покрывали особой оливкой, секрет которой хранился и не был известен. Кроме этого, здесь находилась вот эта икона-триерычица, которая обладала чудодейственными свойствами, и они помогали, эта икона помогала людям, и люди приходили сюда излечаться, и просили, значит, эту икону о помощи. Вот, поэтому к середине, к второй половине, скорее, наверное, 19 века, он, значит, уже монастырь, этот пустынь уже жила достаточно богато. Они жили на процент от вклада в 40 тысяч рублей, и плюс вот за счет вот этих промыслов, которые они здесь развивали. Вот, они постоянно жертвовали средства для России, для детей, для людей, пострадавших во время войн. То есть они пожертвовали на русско-японскую войну, для жертв русско-японской войны, точно так же ветеранам. То есть и со что они, была благодарность от Николая II в монастырии. Вот здесь вот находился погреб монастырский, то есть у них здесь было несколько вообще таких погребов, и за территорией находился. Они делали конструкцию таким образом, что выкапывая глубоко в земле, обкладывая все кирпичом, навозили туда лед, и всю зиму там было достаточно холодно. То есть такие холодильники того времени, которые позволяли хранить продукты достаточно долго, которые не портились. То есть они хранили там рыбу, они хранили там овощи. То есть они выращивали, в том числе, прямо на территории овощи, у них были плодовые деревья, и жили такой самостоятельной жизнью. Кроме этого, они еще и кормили бедных прихожан, которые приходили сюда, и они жертвовали хлеб и другие продукты для вот этих бедных прихожан. Вот. И монастырь этот просуществовал до 1919 года. В 1919 году, значит, здесь после революции, вообще он и пострадал во время Первой мировой войны, и, естественно, конечно же, после революции. Так вот, в 1919 году здесь сделали детскую колонию, и в этой детской колонии привозили детей беспризорных сюда, для того, чтобы они здесь жили. Вот. Вот. С воспитателями. Но в то же время здесь были монахи, и был подписан договор с советской властью и монастырем, о том, что они будут существовать вместе. И монахи продолжали вести службу, то есть служба здесь вылазила до 1924 года. В 1924 году договор был расторгнут, монастырь был полностью закрыт, монахов изгнали из монастыря, и монастырь начали разрушать. Кирпич использовали для мощения дороги и для строительства домов в городе Брянске, для строительства городского совета. И, как я уже рассказывал, в послевоенное время строили драматический театр, который был построен в 50-е годы XX века. Точно так же кирпич использовался из вот этого разрушенного монастыря. И детский городок, вот эта колония, которая впоследствии стала называться детский городок, детский городок просуществовал здесь до 1941 года. И после начала войны детей отсюда эвакуировали, а несколько месяцев до оккупации здесь находилась школа подрывников, где минеры советской армии тренировались, взрывая оставшиеся здания монастыря. После войны монастырь не восстанавливался, а на его месте был построен санаторий, сначала взрослый. Вот в 1947 году пленными немцами был построен корпус. Я сейчас подойду к нему, покажу вам его. Вот, где располагался сначала взрослый санаторий в 50-х годах, с 1956 года, детский санаторий. И в детском санатории были построены новые здания, где отдыхали дети, здесь до 200 человек одновременно могло отдыхать. 100 человек сотрудников здесь было. Здесь были врачи, медсестры. Вот мы видим, а там вдали современное здание, это тоже здание было хранилищем. А вот за этим зданием, там за забором начинаются деревья, и вот за этими деревьями пансионат управления внутренних дел Брянской области находится, дубок. Вот, так что детский санаторий здесь посуществовал с 1956 года до 2003 года. В 2003 году было передано данное здание Брянской епархии, и с этого времени снова здесь начали восстанавливать монастырь. Но восстановление, в общем, идет очень медленно. И вот за это время здесь была построена церковь пока, отреставрированы здания, которые были построены в XIX веке. Вот такая деревья, церковь, красивый сруб. Это действующая сейчас церковь, несмотря на то, что она не до конца еще сделана, но она принимает прихожан, и сейчас люди приезжают сюда в воскресные дни, огромное просто количество людей все время, то есть очень популярная церковь. То есть вот отец-настоятель очень нравится здесь священник, который проводит здесь службы, и который отвечает сейчас за монастырь, отец Глеб, он людям очень нравится. Вот эта церковь. Ну вот мы подходим к зданию, которое было построено пленными немцами, это был корпус детского санатория, сначала взрослого, то есть вот здесь вот были палаты, в которых отдыхали дети. Сейчас вот немножко вот такого запустения, все позабросили, они убирают, и деревья растут как зря, кустарники тоже. Здание облезло. Вот это здание было построено после войны с преномененцами. Вот. Ну, территория достаточно большая. Снова видна церковь. Вот мы видим купол на пригорке, на таком, на бугре. На самом деле, здесь находится пожарный колодец, и в нем вода. Вот. Но, видимо, сейчас назначение использоваться уже не будет. Его люки этого пожарного колодца накрыли куполом, и сделали такое тоже интересное не знаю, место. Вот. Здесь липовые алии, которые были посажены еще в детском санатории. Здесь дети катались на санках, на лыжах. Маленькие играли в царь горы. Рядом с куполом виден столбик, как раз вот, говорящий о том, что это пожарная емкость. Вот это здание тоже отреставрировано. Сюда приезжает владыка Гринской епархии. Здесь тоже находится здание. Раньше это был клуб, а сейчас тоже здесь церковь. И также здесь ведется служба. Да, достаточно много людей сейчас ходит здесь. Сейчас я обойду здание бывшего санатория, чтобы посмотреть, как оно выглядит с другой стороны. Гринской епархии. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!